Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Дорогие наши друзья, мы поздравляем всех вас со светлым праздником Воскресения Христова. Пасха Господня – это праздник всеобщей радости. Пасхальные приветствия не смолкают сорок дней. Все торжествуют и радуются. Праздник Воскресения Христова так велик, что о нем вспоминают весь год, каждую неделю, в седьмой воскресный день. И нашу сегодняшнюю программу мы посвящаем, конечно же, главному событию – Воскресению Иисуса Христа. И по традиции поможет нам Библия и икона. Правильно, мои милые помощнички. Это долгожданное событие описано в Библии и представлено на иконе. Вот давайте вместе ее рассмотрим. Скажите, пожалуйста, кто изображен в центре? Иисус Христос! Да, в центре иконы – Спаситель. Его одежды развиваются, он стремительно движется. Он спускается вниз на кресте. Крест становится основанием, опорой Христа. А кто же находится в полупе стороны от Иисуса Христа? Вот здесь, видите, Спаситель за руки выводит из ада Адама и Еву. А за ними и всех праведных людей, которые так долго ожидали своего спасения. Иисус Христос осуществил переход праведников из ада в рай. Видите, ребята, как с помощью особого языка символов передает нам икона то, что было скрыто от глаз. А как рассказывает священная история об этом, мы сейчас узнаем. Ни стража, ни печать не могли удержать во гробе Сына Божьего. Наступил третий день после голговских событий. Вдруг произошло сильное землетрясение. К пещере, где лежало тело Иисусова, явился ангел. Он натворил камень от входа и сел на нем. Лицо его сияло, как молния, а одежда была бела, как снег. Увидев его, стерегущие гроб воины ужаснулись. Когда рано утром некоторые женщины пришли к пещере, они увидели ангела, который сообщил им радостную весть. Христос воскрес! После воскресения Иисус Христос много раз являлся своим ученикам и беседовал с ними. Через сорок дней после воскресения Христос привел учеников на гору Елеонскую и на виду у них вознесся на небо. День воскресения Христова или Пасха Господня стала главным событием Евангелия и почитается как самый главный праздник. В эти дни мир наполнен пасхальной радостью. Особо торжественно празднуют семь дней. Всю неделю, которая так и называется – Светлая Седмица. Радуются и люди, и природа. На Светлой Седмице, на Светлой Седмице Поют по-весеннему певчие птицы. Но слаще и радостней птичьего пения Звучит долгожданный тропарь воскресенья. Дуняша, ты прям стихами заговорила. Это от пасхальной радости? Действительно. Радость пасхального торжества очень велика. Поэтому с давних пор поэты на пасхальную тему писали стихотворения. Художники – картины, а композиторы – музыку. Хотите узнать, как пасхальное настроение передал поэт Аполлон Николаевич Майков? Да, конечно. Только мне понадобится ваша помощь. Я начинаю, а вы продолжайте. Стихотворение так и называется «Христос воскрес». Повсюду благовест гудит, из всех церквей народ валит. Заря глядит уже с небес, Христос воскрес, Христос воскрес. С полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков. И зеленеет ближний лес, Христос воскрес, Христос воскрес. Вот просыпается земля, и одеваются поля, Весна идет полна чудес, Христос воскрес. Христос воскрес. Какие вы молодцы, спасибо за помощь. А стихотворение вам это понравилось? Да. Так и кажется, что и вправду идет весна. Все просыпается, и как будто бы оживает. Да, очень красиво. Но как понять, что такое благовест? Благовест – это радостный колокольный звон. Колокола, ребята, тоже говорят особым языком. Языком звуков. О том, как колокола передают радость пасхального торжества, замечательно сказал в стихотворении Владимир Шамонин. Называется стихотворение «Колокола». Вот послушайте. Хорошо на колокольне позвонить в колокола, Чтобы праздник был раздольней, Чтоб душа запеть могла, Будто ангельское пение, Этот дивный перезвон Светлым гимном воскресенья Зазвучал со всех сторон. Красиво, правда? Да. Прям душа так и поет. А помогают ей в этом Трезвоны, Перезвоны, Красный, его еще называют согласный звон. Пасха красная, Значит, очень красивая, Во всем красивая, И в звуках тоже. Так хочется, чтобы и дома такой колокол был, И он сообщал о празднике. Кажется, я знаю, Даниил, Как тебе помочь. Давайте-ка сегодня Мы сделаем Пасхальный колокольчик, Который будет напоминать о празднике Весь год. А можно сделать много колокольчиков И украсить ими весь дом. Пускай все радуются. Итак, ребята, Для пасхального колокольчика Нам понадобятся Стаканчик из-под йогурта, например, Фольга, Тесьма, Цветные ленточки, Ножницы И скотч. Сначала, друзья, Нужно Вырезать Такой квадратик из фольги, Которым можно Обвернуть стаканчик. Вот это мы Теперь и делаем. Вот так вот. А в конце фольги Мы заворачиваем В стаканчик. Даниил, вот давай-ка Ты мне сейчас поможешь Из этого кусочка фольги Скрути, пожалуйста, В шарик. Теперь Машенька Мне поможет, да? Берем ленточку. Я хочу взять фиолетовую ленточку. И завязываем Бантик на колокольчик. Вот так. Вот. Спасибо, Машенька. Даниил, Получилось скатать шарик? Да. Спасибо. Теперь мы к шарику С помощью скотча Приклеим Тесемочку. Вот так. А теперь Тесьму с шариком Скотчем Приклеиваем В серединку С стаканчика. И теперь Такую же тесемочку Мы Приклеим Сверху На стаканчик В виде петельки. Чтобы потом Можно было Подвесить Подвесить Правильно Здесь узелок Завяжем Вот такой Колокольчик У нас получился. Если сделать Много колокольчиков С разноцветными Ленточками Получится Очень ярко И красиво. Или можно украсить Свою комнату К празднику. Можно повесить Много колокольчиков На веточки Дерева. Например Около дома И тогда Праздничное настроение Будет передаваться Всем. Что ж Ребята Наш пасхальный Колокольчик Готов. А нам с вами Пора прощаться С нашими Друзьями Телезрителями Дорогие ребята Не забывайте Радоваться Светлому Христову Воскресенью И напоминать Своим друзьям И близким Что Христос Воскресе Воистину Воскресе Доброй Вам ночи И пусть И берегает Вас Ангел Хранитель Ночь Вздыхает Сладко Сладко Звезды Светятся В окне Малыши В своих Кроватках Улыбаются Во сне Дремлет Облака В постели Спят Игрушки И цветы Детям Детям Лунной Колыбели Снятся Сказочные Сны Белокрылый Ангел Сон Твой Охраняет Над Тобой Кружится И благословляет И благословляет Прикоснется Нежно В небо Улетая Сладко Спите Дети Баю-баю-баю Сладко Спите Дети Баю-баю-баю Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова